Добрый вечер, 21.00 по киевскому времени. Это аналитическая студия «Наше время», программа актуальных новостей сегодняшнего дня. И в этом выпуске вы узнаете о таком. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Саммит азиатско-тихоохеанского экономического сотрудничества без Путина. Вовсю идет подготовка встречи Си Цзиньпина и Джо Байдена, к чему приведут переговоры. Вместо мопедов – газонокосилки. Российские оккупанты пугают своими новыми дронами, что представляют из себя беспилотники неустановленного типа. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги встречи на Мальте. Владимир Зеленский провел совещание с делегатами от Украины, которые представляли страну на встрече. Президент подчеркнул, что даже в непростое время обострений в разных частях мира количество участников встречи на Мальте увеличилось. И они готовы консолидироваться вокруг предложений Украины по завершению войны и достижению справедливого и устойчивого мира. В своем обращении он также напомнил, 30 лет назад вступил в силу Маа-Астригский договор, заложивший основы современного европейского единения. Также подчеркнул, Евросоюз уже не раз доказывал, что способен защищаться и становиться крепче, когда враги Европы ожидают от него только слабости. Я уверен, что Украина сделает нашу Европу сильнее, чем когда-либо. И мы работаем максимально активно, чтобы не осталось никакого препятствия для нашего вступления в Европейский Союз. А также я уверен, что как бы ни развивались события в мире, у других наших партнеров и в Америке, и где бы то ни было, все равно единство будет побеждать. Единство, а не разделение. Единство, а не призывы к самоизоляции. Я благодарю всех за помощь Украине, за совместные действия в защите наших европейских ценностей. А также благодарю всех тех в мире, кто помогает беречь единство. Всем от Вашингтона до каждой столицы мира, в которой ценят людей и жизнь. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкиным. Говорили об итогах встречи на Мальте, визите спецпредставителя США Пенни Притскер и дальнейшей военной поддержке Украины. Кулеба выразил благодарность за неизменное лидерство США в поддержке Украины и других демократических союзников в противодействии агрессии и террору со стороны России. Топ-дипломаты также обсудили и прогресс, достигнутый на недавней встрече на Мальте. И договорились продолжать работать вместе для достижения справедливого и прочного мира в Украине. Я поблагодарил США за критически важную военную помощь, в частности за очень эффективные системы Атакамс, и подчеркнул важность их дальнейшего предоставления. Госсекретарь подтвердил приверженность Соединенных Штатов, суверенитету и территориальные целостности Украины, а также продолжению предоставления Украине поддержки, необходимой для защиты ее независимости и защиты ее народа. Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, в социальной сети ИКС. Евросоюз продолжит поддержку Украины, несмотря на другие кризисы в мире. Об этом заявил глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель в соцсети ИКС. Он подчеркнул, поддержка ЕС будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо. Боррель также отметил, за последние сутки Россия обстреляла 100 городов и сел Украины, что стало новым пиком жестокости российской агрессии. И уже через неделю, 8 ноября, Еврокомиссия опубликует свой отчет о прогрессе Украины и других стран-кандидатов на пути к вступлению в Европейский Союз. В документе Брюссель будет рекомендовать начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Об этом сообщает издание «Политика». Документ будет предусматривать ряд технических требований. Страны-кандидаты, в частности, должны будут добиться большего прогресса в создании независимых судебных систем, защите прав меньшинств и реализации антикоррупционных мер. Но тем временем в США идет подготовка к саммиту Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. В организацию входит 21 государство, в том числе и Россия. Представитель стран-участниц ежегодно проводит встречу. В этот раз главы государств участников АТС приедут в Сан-Франциско. Правда, российского президента и главу администрации Гонконга там не ждут. Подробнее расскажет Данила Ковза. Владимир Путин и Джон Ли оба под персональными санкциями США. Глава Кремля попал в санкционные списки Вашингтона на второй день полномасштабной войны России против Украины, как ее главный организатор. А ограничения против главы администрации Гонконга ввели еще в 2020 году за лоббирование антидемократических законов. Въезд на территорию США Путину и Ли запрещен. Это ограничение можно временно снять, но делать этого Вашингтон не собирается. Мы хотим провести встречи не только в соответствии с духом и принципами АТС, но также и в рамках законов и правил США. Есть пара случаев санкций против лидеров АТС здесь, в США, поэтому мы должны проработать эти ситуации, чтобы у них было соответствующее представительство в Сан-Франциско. Мэтт Мюррей, высокопоставленный представитель США в АТС. В комментарии изданию Голос Америки. В 2020 году Путин отказался от поездки на очередной саммит блока в Бангкоке. Россию на встрече представлял первый вице-премьер-министр Белоусов. В 2023-м Россия добивалась участия Путина в саммите, но это не помогло. Российский президент мог бы попробовать самовольно прилететь в Сан-Франциско, ведь Соединенные Штаты Америки не обязаны арестовывать Путина по аресту международного суда, поскольку страна не ратифицировала римский статут. Публично Вашингтон не обещал арестовывать Путина на американской земле, но решение Гааги поддерживает. Я бы сказал, что был бы очень удивлен, если бы Владимир Путин, который в последнее время очень неохотно покидал границы России из-за страха быть арестованным за военные преступления, которые он совершил. Я был бы очень удивлен, если бы он захотел явиться на встречу с Сан-Франциско. Впрочем, участие или неучастие Путина в саммите АТС не является горячей темой для обсуждения. Гораздо более важны переговоры лидеров США и Китая, которые пройдут в кулуарах саммита. Встречу Си Цзиньпина и Джо Байдена уже готовят, хотя Китай пока официально не подтверждал визит Генсека. Ожидается, что эти переговоры могут стать кульминацией процесса, который длится уже более года. За это время Пекин посетили глава Госдепартамента, министры финансов и торговли США, а Вашингтон – министр иностранных дел Китая. И война России против Украины, и нападение группировки Хамас на Израиль являются прямым следствием вмешательства Китая или китайской помощи. Китай повезет все региональные конфликты, которые он поддерживает в Соединенные Штаты и выложит это в форме определенного приз-куранта. И Америке придется так или иначе искать с ним общий знаменатель. Но я надеюсь, что Белый дом в дальнейшем будет следовать, как он и анонсирует, основам поддержки Украины и не допустит какого-либо китайского вмешательства в этот процесс. Саммит Азиатско-Тихоотеанского экономического сотрудничества пройдет с 11 по 17 ноября. Заявленной целью встречи является обсуждение дальнейшего экономического развития региона. Но тем временем Казахстан готов нарастить поставки нефти и урана во Францию, а также нацелен развивать торговый коридор в обход России. Об этом заявил президент страны Касым Жамар Такаев после переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Он, напомню, сегодня прибыл в Астану с официальным визитом. В свою очередь Макрон похвалил Казахстан за отказ встать на сторону России в ее войне против Украины, а также анонсировал новые деловые соглашения между странами. Я ни в коем случае не недооцениваю геополитические трудности, давления, которые некоторые могут оказывать на вас. Франция ценит путь, которым вы идете для своей страны, отказываясь быть вассалом каких-либо государств и стремясь строить широкие и сбалансированные отношения с разными странами. Эммануэль Макрон, президент Франции. Центральная Азия – это не только самый короткий, но и наиболее жизнеспособный маршрут для обеспечения безопасности цепочек поставок между Европой и Азией. В ожидании увеличения объемов мы активно работаем с нашими партнерами над модернизацией инфраструктуры с годовой целью – в 10 миллионов тонн грузов. На председателе Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн завершила свой тур по западно-балканским странам, претендентам на вступление в Европейский Союз. Финальный визит тура пришелся на столицу Боснии – Сараева. Ожидается, что вскоре Еврокомиссия обнародует отчет о прогрессе стран-кандидатов и потенциальных кандидатов на пути к членству в ЕС. В частности, речь о Сербии, Черногории, Косово, Боснии и Герцеговине. К слову, документ впервые будет охватывать и анализ усилий Украины, Молдовы и Грузии на пути к евроинтеграции. Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент страны и объявил внеочередные парламентские выборы на 17 декабря. Накануне правительство направило Вучичу аргументированное предложение о распуске национального собрания и назначении выборов. Как заявили в правительстве, проведение новых выборов при существующих обстоятельствах обеспечит высшую степень демократии, уменьшит напряженность в обществе, утвердит свободное выражение мнения и взглядов по политическим, экономическим и другим вопросам. Уважаемые граждане Республики Сербия, желаю вам удачи на выборах. Мы живем во времена, сложные для всего мира. Они наполнены глобальными трудностями, войнами и конфликтами. Они требуют, чтобы мы объединились в защите жизненно важных национальных и государственных интересов Республики Сербия. Во времена, когда мы столкнемся с многочисленными давлениями из-за отношений с Косово и Метохией и других региональных и мировых проблем, сохранение мира, стабильности, внутренней сплоченности и демонстрация демократии очень важны для Сербии. Но мы продолжаем следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Армия Израиля впервые применила систему Arrow 3, которая является наивысшим элементом эшелонированной противоракетной обороны. В частности, удалось перехватить запущенную из Йемена баллистическую ракету без ущерба для израильской территории. Об успешном перехвате баллистической цели сообщила армия обороны Израиля. Заявление было сделано после того, как местные жители сообщили о громком взрыве, а в сети появились фото белого следа в небе от ракеты-перехватчика. Ответственность за инцидент взяли йеменские хуситы. Как заявили разработчики, система Arrow 3 доказала наличие самой передовой технологии защиты от баллистических ракет. И Израиль показал, что обладает действительно надежной противоракетной обороной. Ликвидация Хамас – стратегическая цель Израиля. В противном случае, юг страны восстановить будет невозможно. Об этом в эфире телеканала Freedom заявил главный редактор израильского издания «Детали» Эмиль Шлеймович. По его словам, людей не удастся вернуть, если они не будут знать, что угроза полностью ликвидирована. Люди просто боятся, что если мы не справимся с Хамасом, который в списке наших врагов один из самых слабых, хотя он и силен, то это может спровоцировать атаки других. Атаки Хизбалы, атаки Ирана и так далее. США и Израиль изучают несколько вариантов будущего сектора ГАЗа после того, как израильские силы вытеснят Хамас. Об этом сообщает издание Bloomberg. Один из вариантов предусматривает создание многонациональных сил, в состав которых могут войти американские войска. Другой вариант – это создание миротворческих сил по образцу тех, которые осуществляют надзор за выполнением мирного договора между Египтом и Израилем 1979 года. Ну и третий вариант предусматривает временный надзор за сектором ГАЗа со стороны Организации Объединенных Наций. По данным СМИ, переговоры находятся на ранней стадии и многое может измениться. Армия России снова обстреляла Херсон. Ударили по центру города. Погибла сотрудница городской военной администрации. Еще два человека получили ранения. На момент атаки они находились на улице, сообщает глава городской военной администрации Роман Мрочка. Я была на кухне в это время и услышала потом такой крик женский. Я думала, в наш дом попало. А потом думала, что в пятиэтажку попало, а оно, оказывается, в землю попало. В результате действий Российской Федерации получили ранения два сотрудника военной администрации. Одному из них ампутировали часть руки. Другой сотрудник, которому была оказана медицинская помощь, уже вышел на свое рабочее место. Однако есть очень большая потеря. Погибла наша сотрудница, у которой остались дочь и внук. Это очень тяжелая потеря для всей общины. Российские войска не прекращают обстреливать Херсон. Ежедневно освобожденный город меняется, покрываясь шрамами. Списки поврежденных объектов постоянно пополняются десятками новых адресов. Только за 29 октября по областному центру россияне выпустили почти полсотни снарядов. Ликвидировать последствия российских ударов помогают волонтеры. Херсонцы, которые объединились ради общей цели. Подробнее в материале. С каждым днем в Херсоне все больше разрушений. Российские войска ежедневно обстреливают освобожденный город. Прицельный огонь ведут по жилым кварталам. Дома мирных жителей страдают больше всего. Я сидела, чай пила. Окна как посыпались, а я под стол. Сидела под столом. Я даже не поняла, что сюда прилетела. Это чудо, у меня живая осталась. Людмила Николаевна живет с дочерью. Ночилуют в единственной уцелевшей комнате. Вместе пережили оккупацию. И сейчас, даже несмотря на постоянный огонь с левого берега, покидать родной город не собираются. Ни вопрос, что опять не прилетит. Все может быть. Часто сейчас, да, летают. Так кроют, так кроют, что не дай бог. Наши отсюда, те туда. И куда выезжать? Выезжать некуда. Восстановить разрушенные дома после обстрелов мирным жителям помогают волонтеры. Это будет все сниматься и зашиваться тоже ДСП. Тонка, ДСП это будет смертно, просто люди сами как бы зашили. Сейчас будем это все убирать, заново зашивать. Заделываем выбитые окна. Затягиваем плиту пленкой, чтобы внутрь не затекала вода. Ну, объем работы вы можете сами посмотреть. После прилета радостного тут мало. Много, да, таких заявок в целом по городу? Очень много. Мы живем на фронте. Справжни. Организация волонтеров из Херсона. Местные жители объединили свои усилия, чтобы помочь каждому нуждающемуся. После теракта, устроенного путинской армией на Каховской ГЭС, команда выросла с пяти человек до нескольких десятков. Разбились на группы. У каждой свои задачи. Развозили раньше по области гуманитарную помощь. Продукты, воду, семена, химию. Все, что можно было. Все, что люди присылали, мы возили по области. Но сейчас больше приоритет на дома. Мы зачищали. После потопа мы откатывали воду у людей, чтобы можно было сушить дома. Там же на нефтегавани чистили дома, чтобы люди могли как-то подготовить их к зиме, подсушить и могли жить. Ну, а сейчас основное – это ликвидация последствий прилетов. Большинство волонтеров работают без передышки с первых дней деоккупации Херсона. Задач с каждым разом все больше. Их добавляет постоянный террор российской армии. Справжние остаются в Херсоне и готовы помогать столько, сколько будет нужно. Базовую военную подготовку в рамках многонациональной учебной операции на полигонах в Великобритании проходят новобранцы ВСУ. Военные инструкторы из Норвегии учат украинских военных пехотному делу. В частности, отработке штурмов, окопов и маскировки в лесу во время полевого выхода. Представители Северной Европы хорошо ориентируются в вопросах подготовки военных в непростых погодных условиях. Поэтому дождь и вода в траншеях – не повод прекращать тренировку. А напротив, самые лучшие условия для отработки заданий, так заявляет в Генеральном штабе ВСУ. И подробнее о ситуации на поле боя прямо сейчас вы можете узнать в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Истощают российскую армию по всей линии фронта и закрепляются на достигнутых рубежах. Всего за прошедшие сутки на передовой произошло 43 боевых столкновения с российскими войсками, сообщает в вечерней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины. Командующий сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский показал работу 14-й отдельной механизированной бригады на Купинском направлении. На видео видно уничтожение и повреждение танков и БМП российских оккупантов. В то же время украинские пограничники показали неудачный штурм российских войск на Купинском направлении. Два российских танка Т-72 пытались штурмовать позиции ВСУ, однако по дороге подорвались на собственных минах. Украинские пограничники добили вражескую технику с помощью дронов «Камикадзе». Бойцы 15-й отдельной артиллерийской разведывательной бригады ВСУ, которая ведет оборону в Харьковской области, показали процесс управления беспилотниками украинского производства «Шарк». Эти БПЛА оснащены передовыми технологиями, включая камеру с зумом, которая позволяет читать надписи на одежде с высоты 2 км над землей. Дрон «Шарк» — это айфон среди всех беспилотников такого типа. Он очень прост в обслуживании, очень прост в управлении, и в принципе мы летаем без потерь. Он достаточно устойчив к РЭП. Это проверено много раз. Технология возвращения его домой очень хорошо продумана, потому что он вообще может работать без GPS. Россияне пытаются глушить сигналы GPS, но нам все равно. Российские оккупанты безуспешно пытались штурмовать украинские позиции на Марьинском и Шахтерском направлениях. Также на Авдеевском направлении ВСУ успешно отразили все атаки россиян в районе Северного и Первомайского Донецкой области. И по факту мы наблюдаем с вами ситуацию, при которой противник пытается на отдельных участках фронта вести локальные, можно сказать, изолированные атакующие действия. Их даже нельзя назвать наступательными. Атакующие или контратакующие действия для того, чтобы, да, показать хоть какой-то успех. Тем временем советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что российские войска формируют оперативно-технические склады в Мариуполе и районе. Для этого используют ангары, гаражи и бывшие зернохранилища. Противник пытается как бы рассредоточиться, пытается отвести максимально свои базы, свои склады, вы сами понимаете, перебросить одномоментно тысячу-две тысячи тонн боеприпасов, перевести одновременно 3-5 тысяч тонн топлива – это достаточно сложная задача. Проводится разведка и мониторится состояние складов на южном направлении. Там тоже практически все цели известны, ну а про Крым уже и говорить нечего. Цели разведаны, координаты известны до метра буквальной. Партизанское движение «Отеж» тем временем сообщает о том, что российские военные начали переодеваться в гражданскую одежду из-за боязни украинского подполья в Херсонской области. При этом их легко идентифицировать по оружию или военному рюкзаку. Херсонский треугольник вот этот, который образовался на левом берегу, уехается такой, собственно, проклятенький противник, потому что удержать его достаточно сложно, а обеспечивать ему еще сложнее. Общие потери армии РФ с 24 февраля прошлого года уже составили 301 490 военных. За сутки были уничтожены еще 680 российских оккупантов, 12 танков, 30 боевых бронемашин, 28 артиллерийских системы, 2 РСЗО и 1 система ПВО. Кроме того, сбиты 28 беспилотников и 1 ракета. Уничтожено 37 единиц спецтехники и цистерн с топливом. Северная Корея отправила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов. Об этом сообщает Блумберг. Как сказал член правящей партии КНДР Юсан Бом, с августа этого года Северная Корея осуществила около 10 поставок оружия в Россию. Напомню, что в конце июля министр обороны России Сергей Шойгу совершил поездку в Северную Корею, где Ким Чен Ин провел для него экскурсию и показал новейшее вооружение страны. Ну а после недавнего визита Ким Чен Ин в Россию, Белый дом заявил, что режим диктатора предоставил российским оккупантам тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами. Место мопедов в газонокосилке армия Российской Федерации пугает своими новыми дронами. Недавно запустили беспилотники неустановленного типа. Один из них украинское ПВО сбило возле Киева. Что это был за аппарат, пока выясняют. Впрочем, первые видеозаписи дают понять, что этот дрон имеет по крайней мере одну особенность. Шум его двигателя похож на звук газонокосилки. Подробности выясняли мои коллеги. Это видео опубликовали россияне. Вроде бы летит беспилотник, а потом раздается взрыв. Его сбивает ППО. Фото первых таких дронов появились еще в мае. Беспилотники упали в Сумской области и выглядели кустарно. Когда наши его посмотрели, они удивились, что оно вообще летает. Это был дрон, сделанный из прямоугольных деталей. Фанерные, вырезанные из фанер, боковины фюзеляжа. В качестве топливного бака там была просто бутылка. Такая круглая бутылка, как развозят минеральную воду по офисам. То есть было что-то непонятное. Ученый и авиаэксперт Валерий Романенко говорит, первоначальная цель таких дронов сбить с толку нашу ПВО. Создать ложные цели. Поначалу считалось, что это дрон для загромождения экрана в наших радиолокационных станции. Там у носовой части был угловой отражатель. А угловой отражатель он максимизирует отражающий луч радиолокатора в направлении радара. Но скорость таких дронов оказалась небольшой. Например, если шахеды двигаются 220 км в час, то даже более совершенная версия газонокосилок, так называемые «Италмассы», которые пытаются производить Россия, могут развивать скорость всего до 140 км в час. Их спокойно может догнать огневая группа на джипе. И сбить. На каждом радаре есть система селекция воздушных целей по скорости. Их скорость не превышает у неопределенного образца дрона за рубежом 100-110 км. У «Италмасса» — ну, 140 км. Ставится селекция воздушных целей по скорости — 150 км. И экран не загромождается. То есть роль их как средств радиоэлектронной борьбы близка к нулю. «Италмассы» могут нести взрывчатку, но в разы меньше, чем иранские шахеды. Впрочем, производство таких дронов относительно дешевое. Несколько тысяч долларов максимум. Окупанты могут использовать их во время комбинированных атак на энергоинфраструктуру. А это дополнительная нагрузка на наши мобильные огневые группы, говорят эксперты. Потому что их все равно придется сбивать. Потому эта вещь опасная. Мы будем уничтожать, конечно. Но это дополнительная нагрузка на ПВО, особенно накануне зимы. Накануне ожидаемых усиленных атак со стороны военных Российской Федерации. Но это не критически или катастрофически для нас. Поскольку к эффективности новых российских дронов в большой дальности есть вопросы, эксперты сомневаются, что их производство в ближайшей перспективе станет серийным. Ну и интересное расследование провели в России и за ее пределами. Если выстроить все яхты Путина в ряд, получится один большой корабль в половину километра. Впрочем, этой весной диктатор Путин стал беднее на 700 миллионов долларов и одну яхту. Шахеризаду, предположительно имеющую отношение к Путину, арестовали в Италии. На аукционах уже начали продавать первые суда российских миллиардеров. Издание «Верстка» подсчитало, как минимум 21 роскошное плавсредство уже заблокировано. Это вынуждает прятать борта в безопасных местах. Детальнее в сюжете. Российский миллиардер Дмитрий Пумпянский после путинского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года стал первым гражданином РФ, чью яхту конфисковали, а затем и вовсе перепродали. Магнат «Металлург» из Урала попал под западные санкции. По данным издания «Верстка», к началу 2022 года россияне владели как минимум 83 яхтами. Их общая стоимость составила почти 10 миллиардов долларов. В октябре 2023 года пользоваться российские миллиардеры и чиновники могут лишь пятью-десятью девятью судами. Остальные плавсредства либо арестованы, либо заморожены, либо проданы. Яхты данного типа являются одними из самых важных в мировом флоте. Это лодка длиной 86 метров и стоимостью свыше 100 миллионов евро. Чтобы спасти свои супер-яхты, российские миллиардеры начали перегонять их из европейских вод в более безопасные точки. Турцию, Персидский залив, Азию. Сейчас, по данным «Верстки», только в Объединенных Арабских Эмиратах стоят шесть российских судов. Депутата Госдумы Андрея Скоча, сооснователя компании «Еврохим» Андрея Мельниченко, владельца норильского никеля, Владимира Потанина и других. В первые дни войны судно еще продолжали свое прежнее движение. Только 26 февраля одна за другой яхты начали стремительный побег в безопасной гавани. Впрочем, не все попытки избежать санкций оказались успешными. К примеру, не удалось спастись яхте «Аксиома», которая может принадлежать Дмитрию Пумпянскому на 24 февраля, бенефициару трубной металлургической компании. Также и самая роскошная суперяхта «Шахерезада» из предполагаемого флота Владимира Путина в мае была задержана в Италии. Также, чтобы не потерять имущество, состоятельные россияне ежегодно оформляют временный ввоз на не менее чем 30 яхт стоимостью от 3 миллионов долларов. Из Индийского океана судно вышло 12 марта. Путь до Владивостока занял почти три недели. Сегодня утром яхта прошла под русским мостом и остановилась здесь, в бухте «Золотой рог». И теперь каждый приморец может сделать селфи на фоне белоснежного гиганта. Богатые твари, это слово. Обогали Россию. Вот так вот. Богатеньких ждет Буратино. Скоро он пойдет на Камчатку. НЦ Юля. Ждет богатых. Туристов ждет богатых. Дмитрий Медведев свою яхту «Юниверс» также прятал в России. Но этим летом судно эвакуировал в Стамбул. А потом, вот прошлой осенью, видели ее в Сочи. И почему-то опять Стамбул. Почему? Может быть, российские власти уже не верят, что Сочи – это безопасное место, а? Яхта 74 метра длиной, стоит 100 миллионов долларов. И на ней могут отдыхать 12 человек. Чтобы свободно перемещаться в водах, на яхте отключают транспондеры, которые передают расположение судна. Корабли пропадают с радаров и карт. Вообще, это нарушает международную конвенцию по охране человеческой жизни на море. По ней капитан может отключить транспондер только в исключительных случаях, когда раскрывать навигационную информацию опасно для судна. Тем не менее, яхты российских чиновников и олигархов активно отключают транспондеры, чтобы скрыть свое местоположение. На долю российских бизнесменов ранее приходилось 10% от всех продаж яхт. Тем, кто сейчас пережидает времена в безопасных локациях, еще придется столкнуться с трудностями. У российских владельцев яхт уже есть сложности со страхованием, обслуживанием, размещением. Это толкает многих выставлять яхты на продажу, причем с большой скидкой. Ну, если у вас не хватает времени просмотреть все эфиры нашего телеканала, вы можете всю актуальную информацию найти в нашем телеграм-канале. Если вы еще не подписались на него, сделайте это прямо сейчас. Сканируйте код, переходите по ссылке и добавляйте канал в избранное. Ну, а это были все новости главные дня сегодняшнего. Далее эфир продолжит мои коллеги с анализом текущих событий. Это была программа «Наше время». Я благодарю вас за доверие. Оставайтесь время. Продолжение следует...